Бали очень сильно пострадал от короны. Два года здесь был запрет практически на основной вид деятельности, это туризм. 50-40 лет назад здесь ходили топ-лис. Вот только недавно взяли телефон в руки. У него много денег, его дети учатся в Лондоне, и он вообще мультимиллионер. И ты когда на него смотришь, он без футболки, в шортах, нет зубов, да? И он мультимиллионер. Ну, то есть с картинкой не совпадает. Как местные относятся к нам? Они смотрят на нас, как на аборигенов. Иногда смеются, пальчиком тычут там. Чего ты хочешь? Знаешь, что он меня попросил? Ну. Корову. Сколько здесь корова стоит? 6 тысяч долларов. Мусор, мусор, мусор. Он везде. Бали страдает от мусора в глобальном масштабе. Из океана приходят мусорные острова, которые идут с Афри. Все вышли полностью на пляж и это все убирать, и это было больше 80 тонн мусора. Это мусульманская страна. За это тут как бы могут посадить. За использование презерватива. Ну, где-то в океане или на пляже. На Бали, что хорошо, ты, по сути, без еды не останешься. Здесь постоянно есть бананы, есть какая-то еда и есть работа. На Бали, когда я жил в кэсхаусе, тратил там на жизнь 700 долларов. И сегодня, когда есть возможность жить лучше, уровень счастья у меня такой же остался. Субтитры делал DimaTorzok Для меня это очень особенное место. В 2007 я впервые посетил остров, когда он еще не был таким популярным. В 2017 именно здесь я снял пилотную версию экспатов и создал новый формат видео в YouTube. Это не очередное видео про Бали с морей восторга или поиском криминала и разврата, которое вы наверняка уже видели. Это фильм, где мы разберемся, как изменился остров, как живут местные и наши, и почему он как магнит притягивает к себе людей со всего мира. Это три разные истории, три драмы, взлеты и падения. Будьте осторожны. После этого видео вам захочется приехать сюда пожить. Это экспаты Бали. Приятного просмотра. Ты когда ехал, у тебя же не то чтобы ожидания, а какая-то картинка была про Бали. И что поменялось за эти четыре года? Ну, с точки зрения инфраструктуры, она на Бали постоянно улучшается. Постоянно. И это чувствуется во всем. Знакомьтесь, это Глеб. Возможно, некоторые из вас вспомнят его из моего дебютного выпуска экспатов с острова Богов. Глеб переехал на Бали 9 лет назад. До переезда в Украине занимался организацией мототур. В 2014-м его бизнес столкнулся с большими трудностями и решил, что в Украине терять ему уже нечего. С легкой душой и пустыми карманами он приехал на остров к друзьям и решил здесь остаться. Возобновив свою деятельность в сфере туризма уже в Индонезии. Как все-таки правильно? Бали или Бали? Если мы берем Бахаса, Индонезия, то большую часть слов там ударение идет на первый слог. Если мы берем балийский язык, то большую часть слов идет ударение на последний слог. Поэтому Бали или Бали, как кто произносит, так оно и правильно. На Бали, в принципе, так как тут кастовая система, у каждой касты есть свой язык. Любой балиист, в принципе, знает минимум 6 языков в таком случае. То есть это 4 языка разных каст. Это Бахаса, Индонезия. И это балийский язык. Соответственно, эти языки очень сильно друг от друга отличаются. Потому что, допустим, язык высшей касты брахманов – это санскрит. Правила и прочие все варианты произношения, они точно так же сильно отличны. Здесь все люди и вообще тут подход ко всему очень толерантный. И все принимается так, как оно есть. Расскажи мне такую историю. 2023 год. Бали – одна картинка. Мы с тобой снимали в 2017 году, была совсем другая. До 2014 года какая у тебя была? Какие были условно изначальные ожидания от острова? Либо как ты его видел даже, может быть, не ожидания? И как это все менялось? И как те вещи, которые когда-то тебя, может быть, поражали, либо сильно удивляли, цепляли, как они трансформировались во что? Бали, как я раньше говорил, это очень динамически развивающееся место. Здесь настолько много всего интересного, что даже сейчас, по прошествии того, что тут 10 лет живу, причем я занимаюсь и туризмом, и мне самому интересно изучать все новое, я постоянно открываю для себя новые места, новые каких-то людей, какие-то новые обычаи, моменты, которые раньше я как бы мимо них проходил и не замечал. То есть это все время, со временем ты более углубляешься, и все время, все время, все время у тебя есть приток чего-то нового. Подходить, допустим, 2014 год, то в любом случае ты сможешь через призму того, каким ты был в 2014 году, а не каким было в Бали, потому что Бали живет своей жизнью абсолютно. И ты, приехав сюда, ты в эту жизнь просто ныряешь, и дальше ты там начинаешь выплывать, плыть, в результате чего ты сам меняешься, и изменяется твое отношение ко многим вещам и прочее. Сначала был такой щенячий восторг, типа, а, все вообще супер, так далее, классно. Плюс еще, вот если брать там бизнес, если брать чисто коммерческие все моменты, то Индонезия – это развивающаяся страна, у нее постоянно идет рост экономики. И если ты любой проект запускаешь в растущей экономике, которая растет, идет вверх, даже если ты совершаешь кучу ошибок, он все равно начинает расти. Очень долгое время у нас идет все вниз, и ты поэтому прилагаешь намного гораздо больше усилий, ты вкладываешься там, и в результате результат все равно не тот, что ты ожидаешь. Здесь же получается, что ты делаешь какие-то вещи, которые вроде как не совсем взаимосвязаны, а результат все равно лучше. Вот это меня сначала поражало, и сначала был такой щенячий восторг. Если брать 23-й год в сегодняшний день, то сейчас немного другие ощущения, потому что Бали очень сильно пострадал от короны. Два года здесь был запрет практически на основной вид деятельности – это туризм. Был период времени, это где-то уже через 8 месяцев с начала карантина и закрытия всего, когда было очень больно даже смотреть на все, что происходит вокруг, потому что массово закрывались магазины, бизнесы, рестораны, все было в таком постапокалипсис какой-то, вообще нет людей нигде. Грустная такая, угнетающая картина была достаточно. Сейчас вот как будто выключатель опять включили, и все начало развиваться. Причем такими бурными темпами все растет, все просто взлетает куда-то, там в космос идет. И сейчас немного другие ощущения, что ты уже хочешь как бы впрыгнуть в этот вагон, чтобы он, не дай бог, без тебя не уехал. Ты его как бы все время догоняешь. Тебе все время кажется, что ой, блин, сейчас я вот что-то не сделал, все, я не успею. Я все, поезд пройдет мимо меня. Знакомьтесь, это Алекс. Парень давно принял решение эмигрировать. Выбирал между штатами и Австралией, а на Бали оказался случайно. Попав на остров, понял, что дальше никуда уже ехать не хочет. Случилась любовь с первого взгляда. За 9 лет жизни он преодолел много сложностей. Попробовал себя в разных направлениях, но успех к нему пришел, когда он дорискнул и занялся строительством. Сегодня его компания занимается не только строительством на Бали, но и управляет многими объектами, производит мебель и даже имеет свой бетонный завод. Ты ведешь канал здесь, на Бали. Я смотрел одно из твоих видео и удивился, когда увидел, что ты жил там, где я бывал часто, в Куте. Да. Заброшенный отель, уже, наверное, лет 25 заброшенный. И жить там можно было, по-моему, снимая, ну, такое себе бунгало, условно, я не знаю. Да, да. Я бы там не смог жить, но снимать его можно было за 150 баксов. У тебя тоже был такой опыт. Я там прожил полгода. Офигенное место. Там нет кондиционера, но ты живешь в отдельном домике. У тебя океан через 50 метров и классная комьюнити. То есть место, честно говоря, топ. У меня, я занимался веб-студией, мы продавали консалтинг онлайн, делали лендинги, посадочные страницы. И у меня сильно стало меньше клиентов, с одной стороны. А с другой стороны, когда я приезжал в Куту, мы все время встречались в каком-то отеле, который там в Ганг-Канг-Грек называется. Там ребята играли как раз в Монополию, Мафию и так далее. И в какой-то момент вечером, когда надо было всем расходиться, ребята все остались в отеле. Я такой не понял, почему вы тут? Они говорят, мы тут живем. Прикольно. То есть комьюнити есть, и стоимость жилья тогда даже не 150 долларов стоила, я помню, а где-то 110. И до сих пор стоит столько же, потому что это заброшенный отель считается. Я вот решил, что мне нужно, с одной стороны, оптимизировать мои финансы, потому что они поют романсы, так как клиентов стало сильно меньше. А с другой стороны, классное окружение. И вот я переехал в этот отель за 100, я помню, 10 долларов, кажется, в месяц. Я там прожил полгода, и, честно говоря, было прикольно. Кто-то здесь развлекался, видишь, на пляже. Это, кстати, опасная штука, потому что здесь это мусульманская страна, и за это тут как бы могут посадить. Вот. За что? За то, что будут заниматься... За использование презервативов? Ну, где-то в океане или на пляже. То есть тут как бы надо быть аккуратным. Вот с такими... Были случаи? У меня нет. Тебя не поймали, либо ты не делал? Это оставим за кадром. Когда я сюда приехал, например, я жил там на полторы тысячи долларов. Мы снимали вначале там с другом прикольную небольшую виллу, да, там по комнате вместе. И не помню, мы платили, может, там по 600 долларов в месяц каждый. И все остальное там, это еда, виза, байки и так далее. То, когда я переехал в вот этот заброшенный отель, за который платил 110 долларов, то я смог ужаться, мне кажется, где-то в 600-700 долларов в месяц. И вот знаешь, в чем прикол? Уровень кайфа, он никак не уменьшился. Потому что весь кайф ты получаешь от природы, от океана, от улыбчивых людей. То есть здесь довольно дешевая еда. Здесь тебе не нужен какой-то мегатранспорт. Ты сел на байк, и ты везде. Здесь много проходит всяких тусовок, мероприятий, которые в целом бесплатны. Мне кажется, что вот люди, которые тут живут за 600-700 долларов, например, в месяц, они так же кайфуют, как те, кто живут за десятки тысяч долларов. Вот в этом, мне кажется, вообще суть Бали. Он такой свободный, простой, открытый, доступный, знаешь? А это Елена. Так же, как и наши предыдущие герои, переехала на Бали со своей семьей в 2014. Решение о переезде было спонтанным и эмоциональным. Друзья пригласили Елену и ее мужа открыть образовательное пространство на острове, так как Лена и Алексей имели большой опыт в сфере образования в Украине. Семья покупает билет в один конец и переезжает с минимальным набором вещей. Сейчас же Лена руководит школой Академия света в Убуде, в которой получают образование дети из разных стран мира. Кстати, история про тропу художников. Это же холм Чампуанский считается. И сюда вообще это отправная точка Убуда. И сюда когда-то приехал яванский буддийский паломник, монах. Он прошелся пешком, пришел сюда. Я все думаю, где он заметил эти красоты. И сказал, как я люблю это место. Это просто чудо. Влюбился и остался здесь жить. Он стал заниматься сбором трав, вот, наверное, как раз, целительских. И с его легкой руки появилось название этого города Убуд. С древнебалийского языка Убад означает медицина. Вот, кстати, поэтому в Убуде и хорошо развиты хилеры, и не только. Мне было сложно, наверное, принять менталитет сразу же болельцев-интоносейцев. С ними надо было выстраивать общий язык, вести какие-то дела. Ну, и я же, конечно, по привычке. У меня темп быстрый. Мне нужно быстро. И сейчас я пишу текст. В этом тексте 5 где-то там вопросов, каких-то пунктов, на которые я хочу получить ответ. В результате получаю где-то через полдня ответ на один вопрос. Причем такой простой, что типа, как дела? У меня уже куча вопросов, мне надо их решать. Он мне отвечает, как у него дела. И тогда пришлось приспосабливаться. Задаешь вопрос? Он ответил. Задаешь вопрос следующий? Только тогда он ответил на следующий. И это может тянуться день, это может тянуться два. Темпы растягиваются. И нам пришлось расслабиться, привыкнуть вот к этому другому времени, к другой вот этой жизни, что ли. Потому что иначе ничего не получалось. Как местные относятся к нам? Наверное, как мы к ним, так и они к нам. Мы все время думаем, что они какие-то аборигены. На самом деле они смотрят на нас тоже, как на аборигенов. Иногда смеются, пальчиком тычут, рассматривают и улыбаются. Мы здесь гости. Они хозяева. И они действительно отстаивают свою землю. Поэтому чем более открытий, вежливей, улыбаясь, мы будем к ним обращаться, тем спокойнее будут решаться все вопросы. Если вдруг тебя отвели на досмотр, ни в коем случае нельзя что-то сопротивляться, доказывать, напрягаться. Да, я согласен, хорошо. И все. Потом решается. У тебя были какие-то сложные либо трудные ситуации с ними? Было. Это прямо такой неприятный осадок оставило, потому что мы внесли 1000 долларов в залог за дом, в котором должны были потом провести семинар. Уехали, попросили его привести в порядок так, как нам надо. В результате, когда мы прилетели, все оказалось, как было. А вот и ныне там, совершенно не так. Он сказал, ничего делать не буду, не нравится, до свидания. Мы переночевали в беседке почти под открытым небом. Собрали все свои вещи, потеряв эту сумму, и поехали уже дальше. Так что тут они правы всегда во всем. С какими сложностями чаще всего сталкиваются эти люди, которые приезжают сюда жить? Первое, с чем люди сталкиваются, попадая сюда на Бали, то, что они живут в мире своих иллюзий. Эти иллюзии, они созданы представлением о том, что вот этот райский остров, пляж, там, не знаю, там, солнце, отдых, и что так будет все тут прекрасно и замечательно. На самом деле, тут такая же жизнь, как везде. Не надо путать туризм с эмиграцией. И если ты приехал сюда отдыхать, да, это один вопрос. Но если ты приехал сюда жить, работать, это немножко другие вообще вопросы. У тебя начинают вставать другие совсем вызовы. Допустим, поиск жилья. Если человек едет сюда отдыхать, у него там одни критерии. Когда же ты тут остаешься на долгое время, то снять жилье на длительный период времени тут надо исходить совсем из других критериев, в которых этот подбор жилья этот происходит. Питание. У меня просто один из моих знакомых, который занимается диетологией и так далее, достаточно на высоком уровне, он мне объяснил эту ситуацию. Я даже себе не мог этого представить. Оказывается, на Бали, в связи с климатом, то, что здесь 80% влажности и 30 градусов тепла, здесь живет большое количество деревьев, которые эфирные масла, различные эфиры, как это называется, выделяют в воздух. И, в частности, очень у многих Балицев даже морщин нет. Вот у них возраст. Почему нельзя познать? Потому что большое количество масла висит именно в воздухе из-за этой влажности. Вот эта особенность, она действует не только на нашу кожу сверху, она действует на нашу слизистую оболочку. И реально у нас все вкусовые параметры начинают меняться. Почему здесь можно есть такую острую пищу, ее все едят и все нормально? Ну, во-первых, это консервант, потому что в таком климате еда портится очень быстро. Соответственно, нужно перестраховаться, чтобы не получить себе какую-нибудь инфекцию и так далее. Поэтому все это засыпается вот этим термоядерным перцем. Но постепенно у тебя начинает впитывать твоя слизистая оболочка, в том числе эти масла, и они в какой-то мере и нейтрализуют вот эту остроту. Через полгода ты ешь ту же самую пищу, и вроде бы она нормальная, и уже она неострая, и все получается ок. Солнце до момента, когда я уже тут прожил какое-то время, я даже не представлял, насколько это термоядерный, сильный вообще момент. То есть солнце превращает в прах все, что угодно. У меня были классные наушники Schanheiser, которая была такая обешура у них из кожзама. И вот я их просто... Они лежали у меня на столе, и падало солнце через окно, через стекло даже на эти наушники. Так вот этот кожзам просто превратился в пыль. И это его уничтожило просто за каких-то там один или два месяца. Ну, то есть я постоянно прихожу, их кладу в одно и то же место, и солнце их постоянно подсвечивает. Есть очень много моментов, которые я бы не рекомендовал вот так все продать, распродать, приехать на Бали с одним билетом, как говорят, все, без пути назад. И мы с вами переместимся немножко в будущее. 13-й день съемок и экспатов, и местных, и обратной стороны, и еще много других выпусков из Швеции. Мы сейчас находимся в городишке Лунд, город в 15 минутах езды на поезде от Мальмо. Побывали в Стокгольме, Гетеборге, Мальмо, Лунде. Во многих деревнях насмотрелись настоящей шведской природы, пообщались с местными, с нашими. 14 человек уже сняли. Еще один парень остался в Мальмо, и все. Да, я рассказываю о том, что вас ждет в будущем, чтобы у вас была причина сейчас вспомнить, да, у Андрея же будет Швеция. Да, точно, у меня скоро будет Швеция. Через несколько месяцев будет много выпусков, которые вы будете в том числе смотреть. И, пользуясь возможностью, хочу вам напомнить, что 5 октября в моей школе цифровых навыков пара начинается 12-й поток обучения на курсе по комплексному интернет-маркетингу, где мы за несколько месяцев с вами с нуля разбираемся во всем темном лесу интернет-маркетинга. Это контекстная реклама, SEO-оптимизация, социал-медиа-маркетинг, email-маркетинг, контент-маркетинг, аналитика и так далее. В общем, все необходимые для вас знания, которые помогут вам освоить новую профессию, работать из любой точки мира, работать онлайн, либо помочь своему бизнесу, если вы таковой запустили, либо хотите запустить. Приходите учиться. 5 октября у нас первая лекция. Если вы хотите получить 50 евро скидку, когда будете общаться с нашими менеджерами, скажите, что вы от Андрея, и вам сделают 50 евро скидку. Также, если вашему бизнесу необходима помощь в интернет-маркетинге, SMM, SEO, глобальная стратегия и так далее, приходите. Агентство пара agency, в том числе один из моих бизнесов, вам с этим поможет. Ну, а я пойду снимать дальше город Лунд и отправляюсь обратно в Мальмо. Увидимся с вами уже в Швеции в одном из следующих выпусков. Школа цифровых навыков пара. Давай разберемся вместе. Первая история, которая тебе вспоминается из твоего 2014-2015 года, которая такая, блин, может домой поехать? Либо елки. Как со мной такое могло произойти? Были какие-то сложные истории? Я приехал на Бали. Фейсбук. Все пользуются Фейсбуком, чтобы найти вот это свое комьюнити. Знакомлюсь с девчонкой, симпатичной девчонкой. Мы как бы идем, так сказать, на свидание. Ну, она мне показывает остров. Она уже тут живет 3 года. Я только приехал, я еще новичок. И мы едем на байке. Слушай, прикольно было, я еду. Вот она сидит сзади, уже романтика. И она на телефоне там смотрит GPS. Я ей говорю, слушай, я перед тем, как приехать на Бали, считал, что здесь вырывают телефоны. Поаккуратнее. Она мне говорит, я тут 3 года, такого не было. И здесь как бы телефоны не воруют. И она вот смотрит там навигацию, куда нам ехать в кафешку куда-то. И сзади пролетает мотоцикл, вырывает телефон, погоня, перекресток. И они уезжают, и вот так у нас украли телефон. Это были болицы, либо индонезы? Это были... Ты знаешь, болицы, они очень верующие. Это еще, как называется, тысячи храмов. И они обычно не воруют. Ну, я не встречал болицев, которые воруют. Это обычно вот с Явы, с других островов приезжают, и вот они тут бывают воруют. Человек, который переезжает сюда жить даже на год, либо на постоянку. Что ему нужно делать, чтобы быстрее слиться с островом, с комьюнити, и почувствовать себя здесь более комфортно, как дома? И что не делать? Уважать местные традиции и местную культуру. И это не просто слова. То есть смотри, они... Это остров тысячи храмов. Здесь люди очень религиозные. Религия у них здесь смесь индуизма с буддизмом. Такая очень приятная, лайтовая. Они, кстати, отмечают все праздники мусульманские, и христианские, и индуистские. Тут очень много праздников. Мне кажется, самое большое количество праздников это как раз на Бали. Балицы любят... Любят кайфовать. Так вот, есть храмы, есть святые деревья, например. Вот был случай недавно. Девчонка-блогер сделала нью-фотографию возле вот этого большого дерева, святого, которое у балийцев. Выложила в Инстаграме. Местные заметили, ее нашли и депортировали. Второе, да, это наркотики. Здесь строго с этим. Тут даже смертная казнь есть, поэтому... Но при этом на улице тебе предлагают. Нет, сейчас вот все меньше и меньше. Я помню, когда я приезжал, тут грибы предлагали. Это было легально, официально. Сейчас это уже нелегально, неофициально. Но, в принципе, найти все можно? Мне кажется, в любой точке мира найти все можно. Те, кто приехали на Бали, они почему-то забывают о том, что здесь точно так же. Если ты решил заняться каким-то бизнесом, тебе нужно, не знаю, открыть компанию, получить нужную визу китос, следовать закону определенному, открыть банковский счет тоже и так далее. Люди, а люди, они начинают делать просто бизнес сразу. То есть делать ногти, предлагать, делать стричь людей, обучать серфингу, проводить туры без визы, без ничего. И таким образом они у местных отнимают их рабочие места. Которые так мало зарабатывают. Которые так мало зарабатывают. Поэтому это все сейчас пресекается. Всех, кто работает нелегально, их ловят и депортируют. Но еще раз, это нормально. Почему-то, когда наши приезжают в Дубай, для них нормально открыть компанию вначале, получить нужную визу и потом делать бизнес. А когда приезжают на Бали, многие возмущаются. Говорят, как так, за что нас ловили, мы тут всего лишь, я не знаю, обучались серфингу. Какие 5 нельзя на Бали? Точно нельзя заходить в какие-то специально отведенные места, священные, без разрешения. Они очень к этому категорично относятся. Нельзя залазить на священные деревья. Депортация сразу же. Нельзя фотографироваться в неприличном виде или раздетыми. Это тоже, тоже в священных местах. Это депортация сразу же. Нельзя сорить. Да, здесь уже есть такой закон. Хотя сами они. А сами сорят. То есть, опять же, видела случай, когда идет мальчик, пьет вот этот вот пластмассовый стаканчик, бросает под ноги. Я говорю, стоп, как это? Это нехорошо, когда на дороге. Он по-индонезийски не понимает меня. Он говорит, понял. Подходит к этому стаканчику и ногой его в кювет, вот в эту водичку, которая потом течет в океан. Теперь все хорошо, говорит, нет стакана на дороге. Поэтому, конечно, это еще будет целый процесс воспитания, обучения и к этому. Ну и пятый, наверное, пункт. Это нельзя работать нелегально. От сока пластик, от сока, от какой-то вермишели, от шоколадки, еще стаканчик, еще блистер какой-то, еще пакетики. Мусор, мусор, мусор. Он везде. И сейчас у нас на Бали зима, но у нас, допустим, это лето. У нас середина лета. И когда здесь лето, а у нас зима, то этого мусора, особенно в океане, особенно в районе Куты, просто нереально много. Раньше этого мусора было в 10 раз больше. Сейчас это можно считать, что мусора нет уже. Да, я помню, когда я очень сильно хотел серфить, это Кута, где-то 2019 год. Вот когда мы с тобой встречались первый раз, да. Да, но я захожу с доской, и ладно, бутылки, пакеты, я привык. Там просто суп из этого пластика. Когда передо мной прокладка плавает, я подумал, а стоит ли мне сегодня серфить? Наверное, нужно задуматься. Это у многих народов принято все бросать на землю. То есть все, что тебе дает земля, и надо обратно все вернуть. И это все было окей, нормально, пока все было запаковано в листики от пальмы, потому что это было био. Но когда появился пластик, то вот это мы наблюдаем, эту картину. Бали страдает от мусора в глобальном масштабе, и это не одна проблема Бали. Потому что если мы посмотрим сейчас, на сегодняшний день, Бали очень сильно борется с мусором. Индонезия 4,5 миллиарда в год выделяет на очистку океана. Здесь строятся очистные сооружения, все речки абсолютно перекрыты зачистными. Пакеты еще с 2019 года, по-моему, запретили в магазинах большие вот эти. Пакеты запретили, да, пластиковые. Пластик с пластиком борются. Но есть другая проблема. Из океана приходят мусорные острова, которые идут с Африки и прочих. Индийский океан уже глобальный. И с этим ничего не поборешься. В частности, не так давно в Санур прибило такой остров. Тут все вышли полностью на пляж и это все убирать. И это было больше 80 тонн мусора. Да, такая проблема существует, но, опять же, на сегодняшний день хотя бы Индонезия движется в направлении того, чтобы ее решить. Еще один из немало таких серьезных аспектов – это живность местная. Хорошая в том, что здесь практически нету супер ядовитых змей, пауков и так далее. Здесь это все отсутствует, но оно пугает вот эту живность, которая присутствует постоянно. Гекконы, какие-то жуки, пауки и так далее. Они присутствуют тут везде. Здесь есть все. Мы живем в джуглях. Часть этой всей экосистемы – это и змеи и так далее. Но змеи очень не любят людей. С ними некомфортно жить. Тем более просто наличие кота на территории решает полностью весь вопрос. Коты, они не охотятся на змей, но они разоряют ихние гнезда с яйцами, поэтому если и коты метят территорию. Если кот на территории присутствует, змей, как правило, здесь оставаться не будет. Встретить змею, в принципе, надо постараться. Я встретил. Ну, есть два варианта, когда ты можешь ее встретить. Первое – вот, допустим, в каком-то высокой траве, которую не стригут, да, ты можешь на нее просто не заметить и наступить. Второй вариант – как ты можешь увидеть змею, ты идешь, и вот она вот так вот встала и на тебя вот так смотрит. Скорее всего, эта змея защищает свою кладку, поэтому ее надо обойти просто десятой дорогой. Она показывает тебе, вот я здесь, ко мне не подходи, потому что я на тебя брошу сейчас. Змею можно увидеть, потому что у них там есть какие-то свои пути передвижения. Они идут из точки А в точку Б и могут пересекать там, грубо говоря, твою виллу. Я здесь живу. У меня с одной стороны была речка, с другой стороны речка. И вот эти питоны, они просто перемещаются по своей там какой-то заведомо известной питону траектории. И она проходит частично через, грубо говоря, мое жилище. Второй момент – то, что питоны очень любят котов. Они их с удовольствием едят. И, соответственно, они могут просто, если у вас, опять же, кошки с котятами особенно на территории, туда они могут просто прийти для того, чтобы позавтракать или пообедать. Если такая ситуация складывается, не надо проявлять мужество излишнее, пытаться что-то там сделать с тем же питоном, потому что у питона вот такие вот зубы, которые очень острые, и он кусается. Тебя не кусал? Он меня не кусал. Почему? Потому что мы зовем местного, который знает, как с ними обходиться. И вот он хватает этого питона, берется изолента, заматывается ему вот эта его пасть. Кладется он аккуратно в мешок из-под цемента и выносится куда-то в поле, и там выпускает. Тем более питон – это священная змея здесь, и ни в коем случае нельзя наносить вред. У нас в 17-м году в Нусадуа в океане плавал огромный варан. Сам приплыл. Варанов тут очень много. Тут недавно приплыл крокодил. Это был конец короны, и здесь все готовились к встрече туристов, но ничего не происходило. И тут все соцсети острова взрываются. В Куту приплыл крокодил. Действительно, здоровенный крокодил, где-то метра 4, он приплыл в Куту. И вот тут же спасатели как-то связали на палку. Но там общество защиты животных его отбило у этих спасателей и так далее. Оказывается, этот крокодил приплыл сюда не в первый раз. То есть Бали ему понравился. Он приплыл из Австралии, и здесь есть острова, которые от Австралии идут дальше, ближе к Бали. В среднем он преодолел расстояние где-то 200 лишним тысячи километров через океан. Ничего себе. Он уже чипованный был, он уже сюда приплывал. Ну, его, соответственно, погрузили на лодочку, отвезли туда и обратно его выпустили. Андрей, я тебя привезла сейчас в очень интересное место. И хочу показать тебе. Ну, знаешь, говорят, Бали – это музей под открытым небом. Вот то, куда мы с тобой попали, это буквально, в смысле слова, музей под открытым небом. Место это называется Тони Рака. Оно недалеко от Убуда. Это арт-кафе. И в первую очередь, наверное, здесь больше арт, чем кафе. Но можно будет потом вкусненько, приятно покушать. Хозяин увлечен именно искусственной культурой, древностью. И поэтому вот все, что мы сейчас будем здесь видеть, это собранные им лично самые разнообразные статуи, раритеты, очень древние, из камня, из дерева, отовсюду. Вообще, если вот немножко копнуться в историю Бали, Бали – это достаточно давно уже был населен остров. Есть вот такие исторические исследования, что приехали сюда переселенцы когда-то из Китая, где-то 3000-1000 лет до нашей эры. И они уже начали здесь понемножку это все осваивать, эту территорию, это пространство. Уже в 100-м году нашей эры пришло сюда влияние Индии. Начали разрабатывать рисовые поля, вот как раз вот где-то в те моменты. То есть началась вырубка лесов этого острова. Вот мы сейчас на нем находимся. Естественно, это совсем неприродное вот это все состояние, здесь все уже настроено. И все рисовые поля – это когда-то были там джунгли. Сейчас вот эти вот кусочки, участки джунглей, они как такие вот островки по Бали можно найти, чтобы поехать, посмотреть, почувствовать, как тут на самом деле. Тогда же где-то в 100-м году начал появляться так называемый анимизм. Это от слова анима – душа или дух. И вот в тот момент жители, которые здесь находились, они начали верить в душу, верить в духов. Естественно, природные они с чем-то связаны. Именно вот эти вот статуи, которые мы будем здесь сейчас наблюдать, Ганеша, Гаруда, может быть, тут есть и Кришну, это все действительно привнесенные из Индии, но не это они считали главным. Позже, уже где-то в 8-9 веке тут пришел буддизм, наверное, чуть-чуть позже там еще, да, индуизм. То есть можешь себе представить, насколько здесь все просинтезировалось. То есть вот эти все религии. И поэтому, если взять религию Бали в чистом виде, ее, ну, может быть, можно назвать индо-буддизмом. И то корни языческие здесь сохранились тоже очень сильно. Возникла какая-то такая вот очень мощная, очень сильная вера, которую они уже отстаивали всеми своими фибрами, будем говорить так. Много было внутри Бали распри. Вот до 1800 года Бали вообще распадался на самые разнообразные округи. Вот где-то до 10 и более округов появилось. Поэтому мы можем сейчас наблюдать банджары, так называемые. Общины. Общины, да. И в каждом банджаре, в каждой общине, вот как раньше были короли, разные вот округи, так и сейчас. Там есть свое правление, своя власть, вплоть до того, что она главнее, чем губернатор Вали. Или уж тем более там президент Индонезии, образно говоря. То есть внутри есть свои правила. И вот они сохраняют пока вот этот порядок. Яву колонизировали, Ламбок и Навали тоже, естественно, пришли. Но балийцы отстаивали очень сильно свое право на свободу. Я бы сказала так, религиозные традиции и так далее, они не дали им стать порабощенными. То есть если мы берем Яву и Ламбок, то там нидерландцы смогли создать вот этот труд, то есть впряхти племя под свои нужды. Как только они приезжают на Бали, 1906-1908 год, выходит королевская семья на площадь, и они совершают обряд самоубийства. Вся семья? Вся семья. На глазах. И они делают это раз, два, три. Когда они это увидели, они поняли, насколько этот народ сильный духом. То есть его уже так просто трогать не стоит. Индуизм сюда пришел с Явы. И вообще-то это наследие империи Маджапахид, которая была глобальной. Она практически покрывала всю Юго-Восточную Азию. Но при этом Бали имела определенную автономию. То есть те королевства, которые были и в состав, который входил в Бали, они занимали еще часть Восточной Явы, Ламбок, некоторые другие острова. История Бали, она больше тысячи лет только та, которая известна, будем так говорить. А так она еще более древняя. Распад империи Маджапахид был вызван тем, что Ява стала мусульманской. На Яве стал главенствующей религией ислам. Самые известные семьи, забрав брахманов, переместились жить на Бали. Здесь они постарались эту религию адаптировать к реалиям жизни современной. Самое главное противоречие, которое разорвало эту империю, Маджапахид, это отсутствие в системе индуизма товаро-денежных отношений как таковых вообще. Потому что там кастовая система, и каждая каст выполняет определенную свою социальную пункцию. Соответственно, низшие касты содержат более высшие, отчисляя им часть натуральных каких-то обменов и так далее. Но как таковых товарно-денежных отношений внутри этой системы не предусмотрено. И, переехав на Бали, эти 15 семей, заручившись поддержкой одних из самых уважаемых, будем так говорить, и самых продвинутых брахманов, они ее модернизировали и адаптировали для современной жизни. На сегодняшний день этот индуизм, он сильно отличается от индийского. Он так и имеет определение такое, как балийский индуизм. И здесь социальный налет кастовости, он снят. Но сама система кастово-клановая, она остается. И она остается на уровне связей внутри общества, внутри непосредственно самих семей, самого банджара, общины, в которой все живут. Вот эта кланово-кастовая система, она все равно остается. Хотя на сегодняшний день брахман, это самая высшая каста, он может работать официантом в баре, допустим. И в этом нет ничего застогного, или водителем автобуса. Это как бы ок. Мы снова вернемся в Швецию буквально на 30 секунд. Хочу вам напомнить, что если вы куда-то переезжаете, либо вы путешествуете, ищите всю необходимую информацию о городе, стране, о транспортной системе, где лучше жить, остановиться, что столько стоит, что посмотреть. Стой. Ты просто шел в него, я... Ты хочешь продать это мне? Нет, это третий из лучших брахов. И это очень дорогая. Если сравнить с чем вы купите сегодня, это дорогая и очень здоровая. Это называется ВАСА. Вы живете здесь, в Лунд? Да, сейчас я делаю. Где ты отец? Я родился в Свеции, but I'm a professor at Stanford University and the language is very easy to learn here. Свенска? Yes. You have one word most important. Hey! He's filming me. We're making some advertising now. Ну, это катнем, не стопайся. Ну, в общем, вы поняли. Если вы хотите больше узнать о Швеции, о настоящей Швеции, и плюсы, и минусы, и темная сторона тоже будет раскрыта, о которой многие шведы говорить не хотят, не пропустите один из следующих выпусков. Их будет много. Это та причина, по которой я бы хотел, чтобы вы подписались на канал, если вы еще не подписаны. Но если не подпишетесь, думаю, что YouTube вам все равно порекомендует видео. Также, если вы вдруг собрались в Швецию, Данию, Штаты, Польшу, Америку какую-нибудь южную, или еще куда-нибудь, неважно, куда, вам в любом случае нужны авиабилеты. И нужны, конечно же, выгодные авиабилеты, за которые вы не хотите переплачивать. Тогда вам нужно прийти на TripMyDream, найти свои выгодные авиабилеты, пойти их купить и улететь. Также, если вам нужна информация о том, где, в какой стране, городе остановиться, что посмотреть, что, сколько стоит, по чем продукты питания, какие-то полезные контакты и так далее, вы тоже можете их найти на поиске авиабилетов, путешествий, TripMyDream. Это один из моих 5 бизнесов. Мы работаем с 2015 года. Ежемесячно миллион уникальных путешественников пользуется TripMyDream с любой точки мира. Поэтому при следующем планировании своих поездок или путешествий я бы хотел, чтобы вы пользовались поиском авиабилетов, путешествий TripMyDream. Ссылка на сервис, также на его приложение есть в описании к видео. Но я пойду дальше. Я замечаю, что балийцы, они счастливые по-настоящему. Часто в богатых балийских семьях дети, которые ездили, например, в Лондон учиться, в Париж. У меня такие есть знакомые, которые, например, в Париже прожили года 3-4. Но они все равно возвращаются на Бали. Например, мы покупали землю, которая стоит миллион долларов. Мы шли на переговоры с владельцем. Это оказался дедушка. Вот он сидел в своем таком мини-храме без зубов. И он оказался работает продавцом в своем мини-ворунге. То есть этот дедушка, мне казалось, что у нас такая серьезная сделка с ним будет. То есть мы готовы были покупать участок земли за миллион долларов и начинали с ним торговаться. То есть сбить хотели цену немножко. И нам агент говорит, слушай, как бы не стоит. Цена уже и так нормальная. У него много денег. Его дети учатся в Лондоне. И он вообще мультимиллионер. И ты, когда на него смотришь, ты думаешь, он без футболки, в шортах, сидит, нет зубов. И он мультимиллионер. То есть картинка не совпадает. И они могут быть очень богатыми, но деньги они будут вкладывать в строительство храма, чтобы тебя благословил Бог, чтобы все было хорошо с тобой, с твоей семьей. Дальше. При заключении любой сделки они принимают решение совместно всей семьей. Бали – это такое феодальное устройство. Здесь земля не принадлежит государству, она принадлежит местным. Кстати, местные не могут ее продать навсегда во фрихолк, собственность. То есть они ее только могут сдать на 25-30 лет с возможностью продления. Так вот, они советуются всегда в семье о том, будут ли они продавать тебе эту землю или нет. Если ты им не понравишься, вообще как личность, ты будешь грубым, ты будешь хамить, они просто могут сказать нет, и мы не хотим с тобой иметь дело. И не важно, сколько это будет стоить. Ты спрашивал болейца, о чем он мечтает? Вот я спросил своего ассистента по дому, да, говорю, о чем ты мечтаешь? У тебя вот скоро день рождения, я хочу тебе сделать хороший подарок. Вот чего ты хочешь? Знаешь, что он у меня попросил? Ну? Корову. Серьезно? Да. Корову? Я ему купил корову, да. Он же вертили. 6 тысяч долларов. Балийцы между собой, они дружат, так как мы, как знаешь, как за брата? Лучше, чем мы. Это я, я считаю, что таких связей, как на Бали, я верю, я думаю, нет нигде. Они очень сплоченные. За счет того, что вот есть касты, они ходят в храмы. В этих храмах они обсуждают нас, туристов обычно. Они знают все про нас. Если ты думаешь, что вот человек, который у тебя на вилле убирает, он не знает про то, чем ты занимаешься, ты ошибаешься. Он знает, что ты занимаешься видео, что у тебя есть какой-то бизнес. Он, скорее всего, знает, что ты не первый раз на Бали. Они все знают. Я без шуток говорю. Они все знают. Потому что это любимая Санта-Барбара, тема, которую они обсуждают. Но и так же они сплоченные. Если кто-то, я слышал, что-то не заплатил за байк, решил удрать в аэропорт и улететь, его тормозят на эмиграшке, говорят, слушай, ты моему корешу, моде, не заплатил за байк. Поэтому сначала заплати, а потом уже будешь улетать. Балиции, они самые маленькие люди в мире. Если испанцы, это самые маленькие в Европе, по росту, то балийцы вообще самые маленькие в мире. Из того, что я знаю. Но, тем не менее, они один за всех и все за одного. Балийские девушки. Ты знаешь, индонезийки, они более такие вот, более мягкие, более покористые. Они действительно следуют за тобой. То есть, ты точно главный в семье. Меньше феминизма. Феминизма нет. Он практически отсутствует. То есть, все-таки в наших странах феминизм есть. Женщина хочет в отношениях иметь право голоса. А мне кажется, даже иногда хочет доминировать. То с азиатскими девушками, с индонезийскими, если ты входишь в отношения, то она будет за тобой следовать. Не важно, куда ты поедешь, где ты будешь. Все, что ты говоришь, это вот как бы правила и закон. Да. и в чем суть этих подношений, которые они делают 3 раза в день? Сейчас 12 часов, они должны нести где-то подношения снова. Во-первых, существует индуистская три мурти, то есть, это разных три мира, в котором существуют духи, люди и боги. Соответственно, вот эти подношения, они адресованы в разных из этих миров. Значит, все, что кладется на землю, это все духом. То есть, духи, они всякие бывают, злые в основном, всякие коварные, страшные, самое главное, что они очень сильные. И с духами бесполезно бороться, потому что победить человек их не может. Поэтому лучше с ними договориться, задобрить, им сигаретку положить, денежку, какую-то печеньку и так далее, что все было ок. Это один вид подношений, который кладется именно непосредственно на землю. Как правило, это перекрестки дорог, это перед океаном, потому что духи же, они живут в океане. Вторая часть подношений, это все, что находится на уровне, допустим, стола. Если заходите в магазины или вы едете в такси, вы видите, что стоит у таксиста на торпеде стоят какие-то подношения. Или там около кассы в магазине стоят тоже какой-то жертвенничек или там какая-то коробочка, там цветочки лежат и так далее. Это все направлено как бы на сферу людей и то, чтобы хорошо шел бизнес, чтобы деньги приходили, чтобы клиентов было много, чтобы было все хорошо в этом плане, в финансовом и в плане потребительском, будем так говорить. В каком виде, в последовательности и как это делается, там уже в рамках каждой семьи решается, потому что на Бали существует три календаря. Один, это будем так говорить, светский календарь, в котором мы все живем, в котором есть 1 января и так далее. Второй календарь, это даже календарем сложно назвать, это просто система циклов, которые насчитывают 210 дней, и он называет, эта система циклов называется павукон. В этом павуконе существует 1, трех, пяти, семи, девяти и одиннадцатидневные недели, которые идут параллельно друг к другу. То есть в одно и то же время может идти однодневная неделя, трехдневная, пятидневная, семидневная, там, одиннадцатидневная. И в моменты пересечения, где они пересекаются, это очень благоприятные дни для определенных действий, для каких-то одних подношений, или там для проведения какой-то церемонии, или там общеглобальной церемонии, или семейной церемонии, потому что у болитцев вообще вся жизнь это одна сплошная церемония. Календарь павукон, он не имеет годов. Вот допустим, если ты спрашиваешь, какой день рождения, когда ты родился у болитца, он тебе говорит название дня и название недели, потому что всего в этом календаре существует тридцать недель, и у каждого дня недели есть свое имя. То есть вот это такое из двух слов получается штука, когда он родился. А сколько циклов прошло, тут разная есть история, и когда ты спрашиваешь кого-нибудь пожилого болитца, сколько тебе лет, он говорит 104, вполне может быть, потому что он пользуется этим календарем павукон. И третий календарь, это календарь Сака. Самый известный праздник, который празднуется на Бали, это Ниепи, Балийский Новый Год, День Тишины. Но этот календарь мало используется, потому что этот календарь родом своим уходит в Северную Индию, а Северная Индия это Северная полушария, Балия находится в Южном полушарии. Соответственно, цикл этого календаря привязан к движению планет Солнца и Луны. Это движение, оно отличается очень сильно в Южном полушарии от Северного. Поэтому, если другие даты по этому календарю смотреть, они не совпадают с теми временами года, которые у нас идут. Поэтому, самый известный праздник это Ниепи. Суть этого праздника заключается в том, что за день до него делаются огромные чучело, которое называется Ога-Ога. Происходит парад, это чучело несется по всем дорогам Баджара, оттуда забираются все злые духи, его выносят на берег океана и сжигают. А на следующий день надо соблюдать полный запрет тишина, надо только медитировать, думать о своей жизни и будущем и не дай бог не зажигать свет вечером, не издавать никаких звуков, чтобы духи не нашли дорогу обратно. Вот эти злые духи, которых всех сожгли и отправили к себе домой. Если вы хотите посмотреть какую-то церемонию, вы приходите в храм и спросите, когда будет церемония? И все тебе улыбаются и говорят, ну, приходите завтра. И такое даже понятие есть на Бали, как люди тумору. То есть реально, если ты подходишь к тебе торговец и говорит, купи у меня там ножи, какие-то бусы, еще что-то, ты говоришь, окей, но, наверное, тумору. Они сразу к этому понимают, а завтра, то окей, да, это будет завтра. Это очень много говорит о менталитете, потому что в Балийцев такого понятия, как будущее, что-то будет дальше, нет, они живут сейчас. Вот то, что здесь и сейчас происходит. То, что будет дальше, это будут знают боги. Мы это как бы не в нашего понимания и так далее. Тебе не кажется то, что они такие духовные еще пропитаны тем, что они просто очень боятся кармы и того, что будут определенные последствия от их поступков, действий и так далее. Вот эта вот религия и верование, вот эти все церемонии, которые они проводят, они, конечно, уходят в глубину. И то, как и почему все устроено, знают на самом деле здесь единицы. Вот есть вот прям просветленные те же монахи, манку, которые могут что-то рассказать. Все остальные идут слепо. Просто слепо. В системе. В системе. Либо система, почти как в советское время, если честно. Там у них есть банджар, табличка и имена. Кто не пришел из семьи на церемонию, выговор или какие-то штрафы или что-то еще. Поэтому у них это действительно на определенном страхе еще и системном. Надо и все. А боятся они действительно того, что будет нарушен баланс. Вот есть такие вот вокруг многих статуй, вокруг многих деревьев, а здесь дерево баньян является одним из самых священных, слава богу, потому что вырубили бы, а это вообще мощнейшее дерево, они растут по 500-700 лет и считаются самая огромная крона дерева баньян в мире. И вокруг них они обертывают вот такой вот тканью черно-белой, как шашечки. И это опять же символ, что в полной гармонии находится добро и зло. В полной гармонии имеет право быть и черная магия, и белая. Кстати, черная магия на Бали тоже присутствует. И они занимаются естественно всеми этими ритуалами. Даже есть неприятные истории, что очень любят рыжих кошек. Точно так же относятся к неким собакам, к некоторым, которых вроде бы даже вот, ну, либо мучают. Это вот как раз минус Бали, который мне не нравится, это их отношение к животным. Поэтому, естественно, экспаты тут им помогают. Вот что хорошо, есть люди, которые прям берут на себя такую благотворительную миссию помогать животным, которые здесь находятся. Они никогда не идут войной друг на друга. То есть, вот они просто находятся в балансе, и они должны быть. Когда приезжают сюда туристы, они любят их. У них есть в крови даже такое вот состояние служения. Они умеют служить, они умеют принести, сделать приятное, сделать это красиво, действительно от души. Но когда туристы наглеют, и происходит какой-то такой мощный, активный выброс неуважения по отношению к местным, они это начинают чувствовать. Причем не просто вот, ну ладно, им картинку покажут, что вот кто-то сфотографировался голый в какой-то храме напротив баньяна, истинно священного для них, самого священного дерева. Или где-то на святой горе Агунг, которая является здесь вообще матерью главной самой на острове. Вот. Они это увидят, они возмутятся. Но на уровне какого-то чувства они начинают ощущать беспокойство. Они что хотят? Они берут и начинают это выдавливать, убирать из своего мира. Вот они такие были всегда. Почему и голландцы их до конца не выработили? Почему и ислам, наверное, сюда активно не внедрился? Они всеми своими фибрами начинают вытеснять то, что приносит им нарушение их порядка жизни и агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok как отличаются лица живущие на севере острова, в центре в Будде и здесь на побережье? Внешне они никак не отличаются. Они абсолютно... Хотя вот жители разных островов в Индонезии внешне достаточно серьезно отличаются, потому что особенно жители самых восточных островов и жители, допустим, Явы, они отличаются очень сильно. Во-первых, яванцы, они намного выше. Это связано с тем, что Ява была очень долгое время колонией голландской. А в Голландии вы сами знаете, что люди немаленькие. Соответственно, из-за смешанных браков соответственно на Яве много высоких людей достаточно. Балийцы, как все многие говорят, они такие более приземленные. Они как бы такие коренастые. У них средний рост это метр шестьдесят три сантиметра. Чем мы восточнее движемся, тем люди еще более меньше становятся. Опять же, это все в основном связано с закрытостью этих островов. Потому что даже вроде как, если ты смотришь на карту, то острова находятся недалеко друг от друга. Например, Бали и Ламбок. Пролив Ламбокский всего 75 километров. Но течение, из-за того, что рельеф дна очень сложный, так как эти вулканические острова и здесь еще стыкуются несколько плит материковых, и как раз разлом проходит по этому месту, по проливу между Бали и Ламбоком, там течения иногда достигают сорока узлов. То есть на какой-то лодочке с парусом пересечь этот пролив крайне тяжело. Это надо быть таким очень матерым вообще моряком, чтобы знать все эти течения, как их там найти и попасть с одного острова на другой. И таких островов очень много, которые вроде как они даже в прямой видимости находятся, но попасть на него крайне тяжело. Соответственно, вся эта жизнь на острове, она достаточно закрытого типа, она замкнутая. И соответственно, люди между разными островами сильно отличаются. для балийцев очень важно в месте, где ты родился, умереть. Это связано с целым циклом ритуалов перехода, который они проходят в течение своей жизни. Когда ты рождаешься в этом месте, ты должен воссоединиться с теми неродившимися братьями и сестрами, которые тебя сопровождали в этом пути, в этот мир. Они при рождении как бы остаются за кадром, они не рождаются, но они сопровождают в течение всей твоей жизни тебя, грубо говоря, что-то типа ангела-хранителя в нашем понимании. Поэтому очень важно умереть в том же месте, где ты родился. Поэтому очень многие балийцы, они вообще с бали никуда не ездят. Они туризмом не занимаются. Многие даже не выезжают с центра острова, они никогда не были на океане. Расскажи мне, пожалуйста, еще про религию и про касты. Как-то они взаимосвязаны между собой или нет? Кастовая система пришла из Индии, но она не такая ярко выраженная, как там. Если там это, на мой взгляд, иногда доходит до крайностей, прямо таких жестких, то здесь все достаточно мягко, все мирно, существуют друг с другом. Понятное дело, что если кто-то из меньшей касты вышел замуж или женился на ком-то из более высшей касты, его уровень повышается. Но это, наверное, отражается в статусе. Этот статус прямо видно. Люди с более высокой кастой они себя по-другому даже ведут, ощущают себя по-другому. Вот, например, самая высшая каста, можно даже по имени понять, это Ида Багус или Мужчина или Ида Айот. Если есть такая приставка, то это прямо самая высшая каста. Их мало, в Брахманах считается. Потом дальше точно такие же касты, 4 касты, как в Индии. Вот, это воины, торговцы, земледельцы. И больше всего, конечно, Шудр, это земледельцы в 90%. Поэтому мы здесь можем увидеть множество людей с одинаковыми именами, потому что в этой касте называют просто порядковым номером ребенка. Вот родился первый, ты будешь Ваян или Маде, неважно, мальчик или девочка. Поэтому Ай, Ваян, это уже шутка на Бали. Крикнешь Ваян, и где-то 20 человек голову повернут. Далее, потом второй ребенок рождается, по-моему, Маде. Маде и Каде. Каде, а потом Ньоман и Нга. Путу. Путу и последний Китут. Китут. А вот Китут это единственное имя четвертого ребенка и других там вариантов нет. То есть у них так вот несколько вариантов идет. И вот тут уже можно определить. Ну, конечно, они уже в паспортах своих стали придумывать свои какие-то имена, чтобы их различить. И это им разрешается. Поэтому можно найти тут кого угодно. Они по-разному себя называют. Есть у меня знакомый, он в пенистанане глава Банджара Тинг-Тинг. А назвал себя так, потому что Тинг-Тинг ему мама когда-то пела колыбельную. Как раз с этими словами. А если пятый ребенок? Снова воен? Пятый ребенок, снова воен. Полийская улыбка. Насколько она искренняя, насколько она фейковая и как различить? В азиатских странах такое понятие, как ярость, злость и агрессия, они воспринимаются крайне негативно. Если человек проявляет какую-то агрессию, к нему сразу все вот так вот настороженно относятся, потому что, в первую очередь, это значит, может быть аватар какого-то злого духа, который вот так вот себя проявляет. То есть, надо к нему сразу внимательно относиться. И, соответственно, улыбка это реакция выражения любых эмоций. Вот тебя подрезали на дороге, вместо того, чтобы там сказать все там про маму и много еще всяких лесных отзывов, ты просто улыбаешься здесь. И все. На Балийцев откладывается немножко отпечаток жизни на острове. То есть, жизнь в закрытом пространстве. И ты понимаешь, что рано или поздно сегодня-завтра ты все равно с этим человеком можешь пересечься просто. Особенно во время короны это проявилось просто, ну, яркими красками было выражено. Во-первых, люди искренне помогают друг другу. Делились едой буквально, потому что тут остались люди просто за гранью жизни, если у них не было ни денег, ничего. В частности, вот могу привести пиво. У нас был магазинчик. В этом магазинчике лежал вот такой талмуд, который каждый приходил, брал, что ему надо и просто записывали, и они не брали с них денег. Здесь есть такое понятие, что я верну тебе долг, но в следующей жизни. Жить же бесконечно, просто много реинкарнаций. И так как я не успеваю в этой жизни это сделать, ты на меня не обижайся, но в следующий я тебе обязательно... И как относится тот, кто дал в долг? Я не могу говорить по поводу там каких-то глобальных больших сумм. Да, тут есть и коллекторы, тут есть все это присутствует, потому что во время короны, опять же, очень много людей болится, столкнулось с проблемой в плане того, что они никогда не находились в кризисных условиях. С детства, с рождения, они всегда жили в своем каком-то устоявшемся мире. Особенно те, кто работает во всяких сетевых отелях, в каких-то вот таких больших структурах, они были просто шокированы тем, что может вот так вот на момент на хлоп, и все, и тебе говорят, иди вот за свой счет, денег у тебя не будет, а у меня ипотека, а что мне делать? И это людей ставило просто на грань жизни и смерти. Тут суицидов было много в связи с этим связано. А как же религия? Ну, во-первых, религия, индуизм как бы к смерти относится достаточно так, потому что жизнь-то все равно бесконечная. Ну, и опять же, тут вопрос был не религии, а именно стрессовости. То, что настолько это был большим стрессом для многих людей. И второй момент, я говорю, что во время короны тут очень сильно друг другу все помогали. На самом деле, если еще чуть-чуть продолжить историю Бали, 50-40 лет назад здесь ходили топ-лис. И они сами это признают. Я когда общалась с одним из индонезийцев, он говорит, мы же, говорит, вот только недавно взяли телефон в руки. Он говорит, мы добрые. Вот он себя характеризует. Мы добрые, мы душевные, мы всегда улыбаемся, вот всегда, вот что бы там ни было. Но мы глупые, но это он так сам сказал, по-доброму сказал, он просто на русском разговаривает, может быть, на идонезийском это звучит как-то помягче. То есть не то, чтобы они там совсем глупые, но действительно, их ум стал развиваться недавно. И я вижу, как ученые, колоссальное вообще развитие за такое короткое время. Они уже занимаются сложными схемами, изучают физику, ведут системы. Ну, понятное дело, что еще самостоятельно, наверное, им было бы еще это тяжело, им помогает мировое общество. Но они постоянно растут, даже с 2014 года. И сейчас их интеллект значительно возрос. Если раньше их надо было постоянно обучать, 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 вот это вот тоже такой момент обучаемости. Как будто обнуление происходит постоянно. Их обучаешь, через неделю они опять забыли. Начиная сначала. Обучаешь, через неделю опять забыли. Сейчас уже лучше. Да, они наивные, открытые, обидчивые, любят сплетни, если мы говорим о более низком. Хотя, по-моему, они все любят сплетни. Вот то, что обидчивые, они очень сильно чувствуют, если на них неправильно посмотрел. Был такой у меня тоже случай, когда я была грустной по причине своих каких-то внутренних ситуаций. И это, видно, отражалось на моего помощника в школе. Сходила и спрашивала, ты меня уже не любишь? Нет, конечно, люблю. Люблю и обожаю. Ты прям умничка, все хорошо, им надо это постоянно говорить. Они нуждаются в этом, чтобы им это говорили. Ну и, безусловно, церемонии, церемонии, церемонии. Это самое, наверное, первый приоритет, который есть у всех. В одном доме мы когда жили, нас прямо попросили, чтобы мы разносили церемониальные подношения во все места дома, показали, каждый алтарик отвечает за свою какую-то часть этого дома, где-то защитный, где-то на солнце, где-то на закат и так далее. Где-то вот на входе 9 штук. То есть, каждое утро мы разносили 9 подношений по просьбе вот этого хозяина дома, а потом еще после обеда, когда поели, еще 9 подношений с едой, а подношения утренние это с церементами. И это обязательно каждое утро? Да. Что? Что? Нет. Я не говорю английский. балийская семья если взять балийскую семью то живут они прям большими семьями то есть здесь важно что есть кто-то кто смог достичь каких-то уже успехов имеет деньги и он практически снабжает своих дядь тети всех остальных поэтому если мы заходим в балийский дворик мы видим прям такой длинный вот такой вот миник деревеньку куча домов 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 и вот там они все живут вот и опять же на примере тин тинга реальный просто случай он жил в очень бедной семье у него рано умерла мама он не на его иждивение остались братики сестрички и он пошел работать поля здесь на бали что хорошо ты по сути без еды не останешься здесь постоянно есть бананы есть какая-то еда и есть работа и там его вдруг заметил по моему австралиец он занимался стекольных дел мастером и взял его в подмастерье и он так вырос что начал ездить по всему миру получать этот опыт получил много денег стал главой банджара и вот у него теперь вся его семья она просто огромная и все находятся под его опекой определенной а как здесь безопасности вообще на бали и в буде да начиная вот с 2014 года как я заехала мне сразу сказали что балейцы достаточно радушные человек люди они хорошо будут относиться красть никогда то есть если ты забыл сумочку в кафе тебе вернут если что-то там осталось они тоже тебе даже деньги они тебе их вернут однако бывает все равно случае бывает крадут бывают обносят виллы но обносят виллы чаще всего говорят яванцы потому что вот те которые приезжают на бали работать 20 процентов же от вообще авансов но именно работать работники вот они работают где-то там на полях или на стройке настройки вот они могут это сделать ну и больше всего наверное это происходит на юге то есть там могут прямо выхватить сумочку с байкой человек не дай бог упадет такие вот неприятные случаи бывают это от местного населения а если мы говорим про иностранцы иностранцев то тут тоже бывают случаи единичные это когда скринет банковские карточки или там обносят банкоматы но их очень быстро находят а вот ну была тут какая-то такая группировка очень опасная прямо каждых кто здесь находился был ну наверно особенно из богатых под угрозой ну что могли наркотики подкинуть и уже сидят сейчас 40 человек в тюрьме из-за вот этой вот группировки мы приехали к тебе домой у тебя огромная вилла 5 метровые потолки классный бассейн мы недалеко от моря находимся с нами клара твоя девушка бывшая вы теперь друзья вот и ребята пришли нам приготовить обед но я просто попросил чтобы нам приготовили индонезийскую еду клара что они готовят индонезийский традиционал food это мигурен здесь на бали везде мигурен 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 и опора ям упора ям это курица с курица с курица это очень-очень вкусно у тебя была возможность путешествовать по миру только из греции я слышал вернулась не дали из италии из италии из далее недавно вернулась в каких-то странах было Oscar хочу создать Adridan i been to like 30 countries but i feel however i feel dtbali индonesia is still the best place in any other country for leaving europe is beautiful summer time is is beautiful but for me three months two months in europe is it already like enough i или feel like i miss bali i miss my home this is how i feel when i mean bali i asks feel like i mean home i have все везде, все очень легко, все очень удобно, и все очень удобно, на Бали. Я из города, в Индонезии, из-за здесь 2 часа планируем, и после планируем 8 часа ехать, это как супер планируем, так что я живу в городе, это как, это как я живу в городе, и в городе есть много тигра, много, и в некоторых временхах, когда есть панцы, они пытаются, знаете, искать пик или пакет, и они увидят тигра ребенка, и они пытаются брать его домой, и после ситуации, есть много тигра, которые приехали в городе и уничтожили все люди. И из ситуации, это было в 2019, где около 90 людей уничтожили. И потом, руководители уничтожили, чтобы уничтожить пороси, чтобы уничтожить тигер из этой области, в другую часть нашего города. Как долго вы живете здесь, в Бали? Я живу в Бали, три года. Это не было планировано. Это было из-за коронавируса. Я живу в Малейсии раньше. И я думала, что я приехал в Бали за несколько недель. И после этого, я закончил. Клара, сколько денег вы нуждаете в месяц для жить здесь, для комфортной жизни? Многие большие деньги, которые другие люди тоже имеют, чтобы платить на деньги. Я думаю, как в магазине, я думаю, это будет около $5,000 в месяц. Я хотел бы подчеркнуть, что все-таки на Бали, когда я жил в Гэсхаусе и тратил на жизнь $700, и сегодня, когда есть возможность жить лучше, уровень счастья у меня такой же остался. Я не могу сказать, что сейчас я более счастливый, чем тогда. Тогда тоже было классно, тоже была та же атмосфера. Рядом были интересные люди. Я мог сесть на байк и исследовать остров, ездить в джунгли, на пляж, в горы, еще куда-то. То есть кайф он от этого. Он больше не от того, где ты живешь, а именно то, что ты видишь вокруг. И вот на Бали картинка очень классная и красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько зарабатывает Балийц? Во-первых, в Балийце практически не работает никто. В силу многих обстоятельств и самого уклада жизни на Балии, балийцы, как правило, владеют чем-то. Они собственники. Они владеют землей, которую сдают в аренду на длительный срок или на короткий срок. У них или какая-то недвижимость. Если же они идут работать, они идут уже на какие-то должности. Как правило, они идут работать в государственной структуре. Если мы берем среднестатистического рабочего, который работает в сфере обслуживания на Балии, то, скорее всего, у него зарплата где-то 300 долларов. Но, скорее всего, это человек, приехавший с Явы или с другого острова на заработки сюда. В то же время ты можешь сдать, грубо говоря, свой коттедж на высокий сезон очень удачно и заработать сразу кучу денег. Если мы говорим о каких-то показателях, средняя зарплата на Балии – 300 долларов. Это простого рабочего, будем так говорить. Что для тебя Убуд? Для меня Убуд – это, в первую очередь, действительно культурный центр. Есть такое выражение, что Убуд – это сердце острова. Он действительно хранит здесь культуру, как более древнюю, то, что еще испокон веков здесь на Бали развивалось, так и, конечно же, уже наносную. Однако то, что произошло где-то в 30-40-х годах прошлого столетия, стали приезжать сюда различные люди из Европы, из Англии, из разных мест. Они стали привносить сюда еще такие европейские культурные ценности, красоту в том числе, художественную красоту. И Балицы с удовольствием это все подхватили. Они стали тоже очень красиво рисовать. В целом, я так понимаю, что здесь народ, который живет, он очень творческий. Кто-то мне иногда говорит, что здесь пространство двух планет. Ну или, скажем так, планеты и спутника нашего – это Венеры и Луны. То есть, если мы говорим про Луну, то это очень много воды, очень много плавности, очень много нежности. Если мы говорим про Венеру – это красота, это творчество. Меня, правда, удивляла все время одна вещь интересная. Вот смотришь снаружи, то, что мы наблюдаем, то, что они делают для туристов. Они вот как-то научились это делать для кого-то. И там резные двери, какие-то красивые узоры, витражи, статуи. То есть, вся вот эта вот красота, она завораживает, она привлекает. Каждый день они чистят вот это пространство. То есть, цветочки, они здесь, как Иисус когда-то говорил, где рай на земле? Там, где ты будешь идти, а у тебя под ногами будут стелиться цветы. Вот здесь это так. Цветы вот все время под ногами. Но они, правда, их прибрали, все чисто хорошо. Однако, как зайдешь к ним, например, в дом внутрь, почему они живут в темноте, почему они живут до сих пор в какой-то плесени, в паутине? Им не так сильно важна вот эта вот грязь и пыль. Ну, и начинаешь ощущать... И мусор валяется на улице. Кому это вот та беда, которая мне в первую очередь не понравилась. Большая часть людей, которые живут постоянно либо временно постоянно на Бали, они делают visa run. Прилетели, какое-то время здесь пробыли, слетали в Малайзию либо куда-нибудь еще, вернулись обратно и снова там сидят условно свои 90 дней. Да. Ты находишься на со всех других документах. У тебя уже здесь КитАП есть или ты еще КитАП? КитАП еще нет, КитАС. КитАС есть. Угу. То есть КитАС это разрешение на работу. У тебя есть либо рабочий КитАС, который позволяет тебе работать, либо инвестиционный. Да. Инвестиционный не позволяет тебе работать. Да. У тебя какой? Инвестиционный. Соответственно, после того, как 5 лет у тебя будет КитАС, ты можешь получить КитАП. Это постоянно видно жить после 5 лет. Правильно? Да. Есть ли какая-то возможность получить условно паспорт за инвестиции? Пока что нету, но здесь сейчас планируют внедрить несколько виз. Такая инсайдерская информация. Скоро будет Golden Visa. И в принципе под эту Golden Visa можно будет как находиться на Бали, так и покупать недвижимость в Freehold. То есть сейчас только юрлица могут покупать. Физлица. Да. И физлица тоже смогут покупать. Об этом ходят слухи. Но уже вышла виза Second Home Visa, которая тоже позволяет тебе находиться на территории Бали на протяжении 10 лет. И она тоже позволяет уже покупать недвижимость в собственности. Но тоже нужно учитывать, что это собственность относительная. Это не тот наш Freehold, когда ты купил и навсегда. И оно все равно тоже ограничено в годах. Стоимость жизни как будет отличаться Чангу, Семеняк, Букит, Убуд, Санур? Где дороже, где будет дешевле. Значит, если мы берем докоронный период жизни, когда более-менее были стабильные цены и все было более-менее ровно, то по стоимости жизни, наверное, самым дешевым был Букит. После него был Чангу, за ним шел, наверное, Убуд, Кута, Семеняк, Санур. Санур был дорогим, самым дорогим. Если мы берем период уже после короны, то на сегодняшний день цены не являются сейчас реальными. Цены очень сильно сейчас завышены. И они еще не вернулись в свое нормальное состояние. Это связано, в первую очередь, с тем, что большое количество жилищного фонда еще не запущено в эксплуатацию. Оно просто потеряло кондиционный вид за 2 года простое. И оно в процессе восстановления. Этот сезон, этот Новый год, цены были просто астрономические во всех районах. Настолько высоко поднялись, что они практически выровнялись, и они стали везде очень большими. Потому что жилья не хватало, был дефицит. Реально было нормальное жилье, найти было сложно. И если жилье было дешевым, это жилье, скорее всего, оно было не очень кондиционным, будем так честно говорить. Давай к бытовым вопросам. Давай. Это ваш дом, вы здесь живете? Это дом в балийском стиле, я так понимаю? Да, это дом в балийском стиле, но в нем все-таки есть бетон, стекло. Это вот такие вот элементы европейской культуры. И опять же, балицы живут без таких вот открытых ярких окон. А мне очень нравится, что здесь окна в пол. Для меня это был критерий, очень важно, чтобы было много света в доме. По стоимости я бы сказала, что ценник сейчас у нас небольшой. Потому что мы его взяли еще во времена пандемии. Мы здесь выстроили очень хорошее отношение с хозяином. И немножко потом он повысил сумму. Стараемся оплачивать наперед за несколько месяцев. Они любят, чтобы оплачивали либо на полгода, либо на год. И так действительно получается спокойнее. В результате он получается вместе со всеми включенными сюда услугами, и интернетом, и светом в том числе, около 1000 долларов. Ну, вернее, где-то 1000 долларов в месяц. 130, по-моему, долларов нужно быть готовым будет уходить на электричество. То есть, если человек снимает сейчас где-то виллу, то электричество туда не включено. Кондиционеры забирают очень много. Электричество здесь очень дорогое. Вода у нас здесь хорошая в Убуде. Она идет из скважин. Здесь пробивают глубокие скважины. То есть, прямо из крана можно пить, если не боишься. Что, допустим, в Чангу-Семеняке прямо тебе в отель на вилле ставят воду. И даже зубы нужно полоскать отдельной водой, а не просто, когда душ принимаешь. Ну, вот можно это в плюс Убуду. Это прямо для меня это плюс Убуду. А мусор вы куда деваетесь вы? Мусор все-таки они сжигают. То есть, вы отдаете, они сжигают здесь же где-то? Туда выходят на лесовые поля подальше. По канализации. И небольшими кучками они сжигают, они по-другому это не делают. Канализация, я так поняла, что она идет по поверхностным стокам. В океан. Ну, я думаю, септик у них тут стоит. А вот куда оно дальше идет и в каких виллах как это происходит, лучше об этом не думать. Сколько твоей семье, ты, Алексей, муж, сын и мама нужно денег в месяц для комфортной жизни в Убуде? Учитывая, что 1000 долларов уходит только на дом и электричество, что будет все остальное? У меня был когда-то расчет программы минимум, то есть, чтобы вот просто вот жить, сидеть и жить. Выживать. Куда-нибудь там ездить, да. Это 2000 долларов в месяц. На всех? На всех. Естественно, со всеми визами, которые там необходимо будет доплачивать и так далее. Но это совсем-совсем притык. Вот мы, если уже говорим о минимуме. Вот. Поэтому в комфорте 3000 долларов. Если пойти, допустим, в супермаркет, там что-то понравилось, что-то нет, где-то ценник завышенный, и уж точно овощи, фрукты мне там не нравятся. Поэтому все, что с земли, овощи, фрукты – это базар. У нас уже есть помощница, которая нам помогает это все купить, найти, принести. Есть туда ближе в горы фермы, на которых уже наловчились экспаты заказывать. В Убуд, опять же, привозят быстрее и ближе. То есть здесь можно легче найти, наверное, более такую чистую продукцию. Потому что мы ближе к горам. Медицина. Больной вопрос. Во-первых, дорого. Во-вторых, если это какая-то особенная болезнь, такая вот, что не просто простуда, то еще попробуй найди специалиста, который действительно в этом будет разбираться и сможет помочь. Здесь, как семейный доктор, он вообще никакой. Вот если приходишь куда-то, например, по страховке внутренней, которую здесь можно оформить экспатом социально, она помогает. Они дадут какие-то лекарства, если необходимо, без оплаты по этой страховке. Они действительно обслужат, на экстренный случай скорая приедет. Но когда приходишь к семейному доктору, все однозначно. Вот грипп или какая-то простуда, антибиотиков побольше, парацетамола и иди лечись. Как здесь медицина и вообще? Слушай, по моему мнению, нормально. Кто-то жалуется и говорит, что у нас лучше, но это правда, у нас лучше. У нас лучше, чем везде, чем даже в Америке и в Европе. То есть такой медицины, как у нас, по зубам и по всему остальному, это надо еще поискать, где в мире такое есть. Но если говорить за первой необходимости какие-то вопросы, тут нормальные клиники есть. Вот, например, одна из них это Силуам. Современная клиника с современным оборудованием. Доктора обучались в Китае, в Европе. То есть хорошая медицина, но она стоит денег. То есть если ты пойдешь в такие общественные больницы, то они, скорее всего, будут такого соу-соу как бы уровня. А хорошая медицина есть. Смотри, по страховке еще такой момент. Рекомендую перед тем, как ехать на Бали, обязательно застраховаться как минимум на случай падения с байка и на случай серфинга, всяких травм. Это самые основные случаи, которые бывают. Есть страховка, которая стоит 100 долларов за год. Есть страховка 1000 долларов. То есть в среднем вот такая корреляция. Я предлагаю пообедать наконец-то и проедемся по Чангу и хочу посмотреть несколько твоих объектов. Давай. Хорошо. Поехали. Мне сказали, что я выбрал самую некрасивую улицу в Чангу. Да, здесь нет ни ресторанов, ни кафешек. Здесь обычно живут люди и много застройки. Все строится в этом районе. Это один из самых популярных районов на Бали. Если раньше здесь было более тихо и меньше стройки, то сейчас здесь строится. Там ты строишь. Там строится. Там строится. Все вокруг строится. Это город возможностей, город стройки теперь. 100%. Район возможностей. Я вообще помню пару лет назад вот здесь были просто рисовые поля. Вот там были рисовые поля. Сейчас идет застройка и строятся новые виллы. Это говорит о том, что туристы сюда будут еще больше приезжать, потому что все любят жить в новом. На этой улице на Бераве даже в момент пандемии открылось около 20 кафешек. Представь. Это в течение было там полугода. И сейчас продолжается открываться огромное количество интересных мест. Открылся коворкинг сеттер. Открываются новые бичклавы Атлантис. Здесь новые спа-салоны. Амуспа здесь классные. Рестораны, клубы, школы. То есть этот район, он сейчас набирает все больше и больше популярности. Он становится модным и, наверное, одним из самых туристических на острове Бали. Это Чангу. Я лично живу тоже в районе Чангу, потому что мне важно быть около наших строек. Мне тоже нравится развитая инфраструктура. Я лично не люблю ездить куда-то далеко. То есть я ценю свое время и мне хочется за 10 минут быть во всех необходимых местах, куда мне нужно. Я так понимаю, один из твоих комплексов, которые ты построил. А комплекс номер один, сколько это их всего? Сейчас 7 уже, но они строятся. Один построены? Один построены и ряд таких мини-комплексов построенных, как Airship, виллы индивидуальные. Они уже полностью построены, сданы, сдаются. И есть комплексы, которые достраиваются. Они будут готовы через месяц, два, три и еще вот пять в процессе стройки. Субтитры сделал DimaTorzok Мы у тебя в школе. Академия Света. Да, это у нас Академия Света, Educational Academy of Light, если на английском. Вот так у нас предприятие называется. Как было сложно ее открыть? И о чем твоя школа? Школа – это жизнь для меня. Я сама ученый и педагог. И для меня важно, чтобы образование уже шло в ногу со временем. Поэтому тут можно много и долго об этом рассказывать. Скажу, если кратко. Мы начали в 2006 году еще в Днепре, в Украине. И уже потом, развиваясь, 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 со временем переехали на Бали. Приехав сюда, конечно, начинали с самого малого. Вот есть известная школа Green School, например, на острове. Они начинали, когда у них там тоже такой проект, идея, эко-проект, с 7 детей. А у нас было точно так же. Вот у нас было 7 детей, у нас был наш дом и веранда. И причем это дети, которые прямо вместе с родителями мы этот процесс как раз здесь и запускали. А потом уже локация школы менялась в разных местах она была. Естественно, нужно было открыть предприятие для того, чтобы официально здесь можно было работать. Но для школы нужны самые разнообразные поддержки какие-то государственные. Мы отправили в Министерство образования свою программу. Но, опять же, в Индонезии это годами, годами, годами делается. Она там у нас до сих пор висит. Однако у нас есть школа-шеф Керта Весата. Она индонезийская, она имеет право выдавать табеля. Правда, нельзя получить аттестат, который бы котировался где-то, но это уже отдельная тема. Аттестаты дети без проблем получают после обучения в нашей школе в своих странах. Но справки с оценками мы выдаем, мы на это имеем право. И вот, когда пандемия началась, вот это был крах вообще всех, особенно образовательных, потому что нельзя было собираться вместе каких-то компаний, предприятий. И мы перешли в формат онлайн, как и весь мир. Перейдя в формат онлайн, то место, где мы были, стало приходить в упадок. На Бали, не знаю, сколько там, месяц пройдет, два, и оно уже все начинает покрываться плесенью. Если в дом не вдыхать жизнь, дом начинает эту жизнь забирать из природы. И, безусловно, не было смысла уже его дальше не арендовать, ничего. Мы все отдали и, можно сказать, под конец обнулились. Вот это место, это чудо. Когда был 2022 год, уже после пандемии, пандемия открылась, пришел к нам мальчик, где-то он тут бегает. А он как раз раньше у нас учился. Я его встретила. Он говорит, Елена, а по-моему, пора открывать опять Академию света. Я говорю, точно. И вдруг приходят друзья и говорят, у нас тут домино, жить в нем неуютно. Потому что огромные там кровати стоят, естественно. Но мы будем переезжать. Не хотите снять? И вот я прихожу. А здесь такая красота. Естественно, все заросшее, все запущенное. Все это нужно было заново восстанавливать. Но здесь есть бассейн, здесь огромный прекрасный дом. Это уже у нас такой дом науки, дворец уже, можно сказать, школьный. Здесь есть место для йога-плейса, для различных актовых залов. Здесь у нас есть площадка уже с... На бале трудно, например, посидеть где-то вокруг чего-то. Это костер разжечь. Тут нет такого, как у нас. Пошел в любом месте, в любом лесочке, посидел возле костра. Мы сделали кострище, мы сделали все эти уютные зоны. А вот это наша баскетбольная площадка. Можно сказать, мы этим гордимся. Потому что тоже баскетбол здесь играть особо негде. На нее ушло 5 тысяч долларов, чтобы ее построить с нуля. И вот это все с нуля мы начали здесь подтягивать инвесторов. То есть вы с инвесторами работаете? Только на аренду этого года. То есть мы сама купаемся и все инвестиции мы уже выплатили. А вот на аренду года нам понадобилось где-то около 13 тысяч долларов в год. И каждый год надо теперь это платить, платить, платить. Перед тем, как начал строить виллы и вот эту виллу построил, я занимался менеджментом, управлением вилл. То есть я видел, у нас в управлении были сотни вилл. То есть там было 35 вилл в управлении. Но по факту они менялись. Я видел сотни вилл, может быть даже тысячи. Потому что насмотренность большая. И десятки тысяч людей я принимал в год. У нас в AirBnB на сегодня больше трех тысяч отзывов. Это только в одном аккаунте. У нас их несколько. Есть и букинги, а годы и так далее. То есть в принципе я собирал большое количество обратной связи от наших гостей. И понимал, что они хотят, что им важно на вилле. Исходя из вот их как бы запросов, создавалась вот эта вилла. Конечно же я сам лично бываю тоже в разных виллах. Я сам себя позиционирую как тоже архитектор. Как визионер, предприниматель, архитектор, инвестор. Вот у меня такое видение самого себя. В целом это девелопер. Но каждый проект создается с пониманием того, что будет максимально идеально для наших гостей, которые хотят жить. Ты строил виллы под инвестиции, правильно? То есть у тебя есть инвесторы, которые купили, заплатили X денег. Да. И ты построил, ты взял в управление. Они могут сами управлять? Нет. Только мы можем управлять. Только вы можете управлять? Конечно, да. Расскажи мне, сколько стоила эта вилла, когда ты начинал строить, и сколько она стоит сейчас, и сколько она приносит денег в год? Конкретно эта вилла, она стоила 260 тысяч долларов на этапе котлована. Это было сколько? Два года уже как мы построили, а продавал я минус 14 месяцев. Да, вот так вот. Даже еще может быть, потому что проект мы до этого разрабатывали. То есть больше трех с половиной лет назад. Эту виллу уже несколько раз перепродали. То есть вот сейчас ее купил новый инвестор за 440 тысяч долларов. Вилла сдается это за 350 долларов в сутки с заполняемостью 80 процентов. Получается 102 тысячи долларов. Да. Это вам платят, как управляющая компания. Сколько получают? Да, 20 процентов компании и 10 процентов затраты. Ну, минус 30 процентов. Грубо говоря, минус 30 процентов. На руки ты можешь получать 72 тысячи долларов. Если ты вложил 260 разделить на 70, у тебя окубаемость 3 года и 3,7 года. Ну да, но сейчас таких цифр уже нет. У нас средняя окупаемость это 5-7 лет. Остров большой. Да. Можно строить семеняки, но там уже меньше земли гораздо. Да, все верно. Можно строить Чангу и за последние несколько лет это просто бум. Мы сейчас специально прошлись, показали, там строится везде. Мало того, ты здесь за стенкой строишь еще свой комплекс. Есть Убуд, очень популярное место, но я не знаю, как там с точки зрения бизнеса. И есть еще популярный сейчас Букит становится там, где Улувату, Джимбаран. Расскажи, пожалуйста, про каждое из мест, какой район кому подходит, в чем его специфика особенностей, какой подходит для жизни лучше, а какой подходит больше для инвестиций, чтобы зарабатывать, пересдавая это посуточно либо долгосрочно. Самые популярные это районы Чангу, Семеняк и Убуд. Чангу и Семеняк это места для обучения серфингу. То есть люди ассоциируют это место, где можно учиться серфингу. И исходя из этого, это такой магнит, появлялась инфраструктура. Кафешки, ресторанчики, спа и так далее. Если говорить за посуточную сдачу, это Чангу и Семеняк. В Семеняке мало земли, в Чангу как бы земля еще есть. И здесь много новых вилл, новых кафешек. Поэтому для посуточной сдачи, я считаю, Чангу это топ. Если говорить за Убуд, это культурный, духовный центр. Там есть прикольные инфраструктурные места, комплексы. Но там живут чаще всего экспаты. Они снимают жилье на год, на полгода, минимум на три месяца. И платят они в среднем полторы-две тысячи долларов в месяц. Стоимость там будет дешевле, самой виллы, например, похожей. Но дешевле на процентов 20-30. А доходность будет сильно ниже. По моему мнению. То есть Убуд это классное место. Наверное, там тоже есть успешные кейсы, успешные виллы, которые хорошо сдаются. Но я считаю, что Чангу это более интересное место для коммерции, для посуточной сдачи. Если говорить для жизни, вот если ты хочешь жить вместе с семьей, то классный район это Санур. Там более широкие дороги, на машине можно ездить. Тоже садики есть, набережная спокойная. Мы еще называем это пенсионерское место, потому что там спокойный океан. Тут на Чангу и на Семеннике он такой бурный, для серфинга классный. А там он наоборот такой вот ласковый, тихий. Для детишек там музыка играет живая, музыка везде. Ресторанчики идеальны. Про образование вообще на Бали расскажи, пожалуйста. На Бали можно сейчас найти как международные школы самые разнообразные. Из кембриджская система, интернациональные. Так и чисто индонезийские. У меня есть знакомые, которые прямо, я помню, уехали из Украины, поселились на севере. И дети полностью прошли индонезийскую школу уже. У них 5 детей. И их это устраивает. Стоимость вашей школе обучения в год сколько? В год 5000 долларов. И я скажу сразу, это самый низкий ценник. Возможно, будем повышать, но мы стараемся это. В школу там сколько? 14 тысяч долларов. Это было года 2 назад. Потому что международные школы сейчас ценник от 9 тысяч долларов до 20 тысяч долларов в год. У тебя старшему сыну 19 лет. Да. Он школу закончил. Да. Причем он закончил школу с золотой медалью. Если он захочет учиться где-нибудь здесь, в университете. Здесь есть на Бали какие-то университеты? Самый, наверное, лучший университет на Бали это у Даяна. Но на сегодняшний день нет смысла ему пока в университет поступать. У нас есть предприятие, которое было заведено 5 PMI, называется. 5 это частное предприятие, PMI это форума предприятия с иностранными инвестициями. И его, чтобы открыть, нужно минимум 2 инвестора. Вот у нас 4 инвестора, это вся наша семья. То есть наш бизнес семейный. У нас все там. И мама, она у нас там секретарь. То есть у вас все иностранцы? Да, у нас все иностранцы. Для того, чтобы открыть такое предприятие, сколько нужно времени, сколько денег? И какие в будущем у вас обязательства перед страной? Да, да, да. Какие налоги? Достаточно быстро сейчас это уже происходит. Раньше это было невозможно. То есть я, когда приехала, все, такой возможности нет. Сейчас уже где-то года 3 мы имеем эту возможность более легкую. Мы делали, когда еще было трудно. Нужно где-то 1700 долларов для открытия. Возможно больше, если это все зависит от вида предприятия. Внести туда 2 инвесторов. Это тоже за отдельную оплату. Лицензии обязательно открыть. Нужен офис, который тоже нужно оплатить. Который будет здесь зафиксирован за предприятием. И лучше всего, сразу говорю, это делать с агентами. Потому что если это делать самостоятельно, вот тогда это долго, тяжело, это через Джакарту. И это будет совершенно другой, наверное, уже и затратный момент. Через агентов, может быть, оно и дорого кажется на первый взгляд. Но все вопросы они полностью решают. Поэтому с налогами. Да, мы их платим. Где-то, наверное, 100 долларов в месяц. У нас уходят, это не просто налоги. Это и налог, и страховка. То есть все члены этого предприятия, которые имеют КИТАС. Это такая вот виза инвесторская. Могут здесь застраховаться на острове. 30 долларов страховка на человека. И получается, что теперь мы можем это предприятие официально, легально запускать. Однако, как инвестор, работать мы здесь не можем. Поэтому для того, чтобы здесь легально, официально работать, обязательно нужно в этом предприятии работу давать индонезийцам, балийцам. И у нас работают такие люди. И они прямо вообще у нас золото. Это прямо золотые люди. Сразу же говорю, у нас есть повар, у нас есть трудовик, мастер. Вот если видно на заднем фоне такое вот сооружение какое-то, елочка. Вот эту вот елку собирали дети вместе с ним. То есть они на практике создают сварку, пайку различных каких-то плат и так далее. Делают вот эти вот стройки, сооружения вместе с ним. У нас есть учителя английского языка, которые тоже индонезийцы, балийцы. Ну, и безусловно, под нашим контролем, моим Алексеем. Потому что, опять же говорю, мы ученые. Вот то, что мы несем, нужно передавать. И вот как инвесторы мы имеем право обучать. Чтобы построить на Бали, ты не можешь владеть землей, правильно? Нет. А если у тебя юрлицо, ты можешь купить? Если ты имеешь компанию, ты можешь, как бы, так называемый, получить freehold, но он тоже будет ограничен во времени. То есть это так называемый freehold. Владеть собственной землей могут только местные индонезийцы. Только местные. То есть никогда не будешь раздевать. Иностранцы, давай не будем never say never. Здесь тоже, как бы, этот формат меняется потихонечку. Потому что я езжу к разным министрам здесь по Индонезии. Знакомлюсь, общаюсь. Потому что наш инвестор задает много вопросов. И мне хочется напрямую с первых уст узнавать информацию о том, как будет меняться закон, куда вообще, какие направления, чтобы наши инвесторы чувствовали себя спокойно. До этого было как? Если у тебя есть компания, это так, 5 PMA, на нее ты можешь купить freehold, но он тоже у тебя там на 80 лет. То есть это не навсегда. Только местный индонезийц может иметь вот этот неограниченный freehold. Сейчас обещают сделать golden visa. Уже есть second home visa, которая на 10 лет дается. И это будет такой первый шаг, когда ты, как физлицо, сможешь тоже купить эту землю на freehold. Вот этот тоже ограниченный в... На 80 лет либо на 10? На 80 лет, да. Как здесь легально начать работать? Как предприниматель просто и как открыть свой бизнес? Компания открывается довольно просто. Тебе нужно понять, какие кведы, чем ты будешь заниматься, проконсультироваться у лоера. Тут есть как местные юристы, нотариусы, они два в одном обычно, так и наши. Ты расскажешь, какой вид деятельности ты хочешь вести. Это будет стоить тебе несколько тысяч долларов, открыть компанию. Дальше тебе нужно получить необходимую визу. Тут есть два типа виза. Инвесторская, KITES инвесторский и KITES рабочий. KITES инвесторский не позволяет тебе вести операционную деятельность. Ты выступаешь в роли реального инвестора. Ты можешь давать советы, рекомендации, стратегически, но не проводить встречи, не делать звонки, не управлять компанией. Для этого есть KITES рабочий. Ты можешь быть директором, это рабочий KITES или менеджером, и ты тогда можешь вести операционную деятельность. Нужно под определенную деятельность на каждого белого человека, мы с тобой белые, скажем так, иметь несколько индонезийцев. В каких-то сферах деятельности тебе нужно иметь одного индонезийца на одного белого, в каких-то пять, в каких-то даже десять. То есть первое, что тебе нужно сделать, это открыть компанию, получить необходимые визы, открыть банковский счет. Все это открывается довольно быстро, просто. KITES рабочий, инвесторский делается в течение полутора месяца. И дальше тебе все дороги открыты. Пожалуйста, делай бизнес, тебе будут тут рады. Какие налоги у меня будут? Ну, смотря каким бизнесом занимаешься. В среднем это 10%. Вопрос bank compliance и покупки, допустим, той же недвижимости за деньги. Как это можно осуществить? Какие варианты работают? Да. И есть ли здесь bank compliance? То есть нужно ли доказывать происхождение своих денег, как это в многих странах? Вот в чем большое преимущество над той же Европой, что здесь тебе не нужно доказывать происхождение денег. Довольно просто открываются банковские счета. Практически неограниченные суммы ты можешь получить на счет. Они заинтересованы в том, чтобы деньги шли в Индонезию, чтобы ты тут что-то создавал. Но хотят, чтобы ты платил налоги. Поэтому крипта сегодня доступна, но государство к этому очень сильно присматривается. Какие особенности ведения бизнеса с местными? Без кнутая пряника, только с пряником. То есть только повторение, мать учения. То есть надо часто повторять, улыбаться, не злиться. И все будет классно. Я считаю, что индонезийцы, они очень талантливые. Они покладистые. И они исполнительные в целом. Очень важно найти к ним подход и достучаться. Объяснить. То есть самому понять, что они тебя поняли. Сложные истории какие-то были на стройке? История была в начале, когда только начинали. Когда рабочие бросили инструменты и сказали, мы уходим. После этого мы с директором постройки пообщались и сказали, давай, с этого момента мы всегда по-доброму. Мы не ругаем. Нельзя прилюдно никого ругать. Но это вообще, мне кажется, в целом неправильно. Кого-то критиковать жестко при других людях. Это может задеть очень сильно самооценку. Но в Индонезии это Х2. Какие-то еще особенности? Много праздников очень. Поэтому надо миксовать, чтобы были и болицы, и ребята с Явы. Потому что если будут одни болицы, слишком много праздников будет. Но у тех, кто с Явы, у них там свои праздники есть. Когда у них начинается Рамадан, они уезжают тоже на месяц. И поэтому должен быть вот этот микс и болицев, и индонезийцев. Слушай, здесь же влажность высокая. Что будет с вилой, если за ней 2 года не смотреть? Потому что я знаю, сейчас очень многие приехали и ищут вилы, приезжают на картинке одно. А в итоге у тебя все в плесени, черное и уже очень сильно убитое. Слушай, ну это тоже от того, как строят, зависит. То есть иногда неправильно фундамент кладут. Стены там не так делают. Мы учимся. Мы тоже допускаем ошибки. Мы не идеальные. Но я вижу, что с каждым проектом мы делаем все лучше и лучше. Ты знаешь, мы же мебельное производство не то, что открыли, чтобы там рынок поглотить. Это мебель? Это не наше еще. Это? Тоже нет. Пока нет. Смотри, это здесь частично что-то из Бали, частично из Китая. То есть мне кажется, да. Вот это с Китая мы привезли. Вот это, например, здесь на Бали заказали. Стол тоже с Китая. То есть тут вот такой микс. Мы, например, взяли на подряд 5 мебельщиков. Заказали у них диваны. Один сделал хорошо, остальные плохо. Тот, который хорошо, мы в него вложились, обучили, рассказали. Прошло время. И его все разобрали. И у него уже на нас не хватает времени. Понимаешь? Мы с таким несколько раз столкнулись и поняли, что нам проще сделать просто свое мебельное производство, которое будет для нас делать эту мебель. И мы никогда не будем опаздывать в сроки. Почему мы сделали бетонное производство? Было G20. Бетона не было на острове. Просто не было бетона на острове. Посмотри, какая идет сейчас жесткая застройка. Не хватает бетона. А мы амбициозные, мы строим много. Какая доля рынка по бетону у вас? Пока никакая. Мы только-только открылись. У нас как бы это все новые. У нас сейчас идет вот такой бурный рост. Мы сейчас все внедряем. То есть мебельное производство у нас тоже только под новые комплексы. Новый комплекс у нас открывается через месяц. И вот там будет вся наша мебель, наш умный дом. Все наше будет уже. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, остров, он расслабляет. Вот как-то так. Никто никуда не торопится, не спешит. Как найти этот баланс, знаешь, между тем, чтобы чилить удовольствие и все-таки работать? Иметь какой-то бизнес на Бали. Тогда ты будешь чилить и работать одновременно. Это остров такой туристический, улыбок, радости, хорошая погода и настроение. В то же время у меня здесь есть бизнес, который заставляет меня двигаться и реализовывать какие-то масштабные цели, к чему хочется стремиться. Поэтому вот те, кто живут долго на острове Бали, я бы рекомендовал тут еще придумать, сделать какой-то хороший, качественный бизнес, потому что спрос и клиентов хватает. Теперь я хочу вам всем показать, на что мы идем и смотрим. Здесь, вы знаете, чем мне нравится в Бали? Круглый год тепло. Сейчас вообще лучшее время. Но что здесь неизменно, кроме того, что тепло, это вот эти фантастические закаты. Они, конечно, разные, они красивые. Сегодня, кстати, нет практически туч. Будет очень жирный закат. И вот солнце заходит красиво. А потом через 15-20 минут, как оно зашло, все расплывается. Когда бордовым красным цвета меняются. И это, мне кажется, то, ради чего стоит жить, чтобы просто выходить сюда на пляж, неважно, где ты живешь, и наслаждаться этим закатом. Хочу сказать тебе благодарю за твой Бали, за твой рассказ, за то, что показал мне его немного. Андрей, благодарю тебя. Увел свою жизнь. Да. Удачи! Мне кажется, после моих видео всегда хочется посетить страну. Помните, в начале видео я говорил, что для меня это особенное место. Так вот, в 2007 здесь я начал впервые снимать видео на камеру. Когда мы с Юлей были в свадебном путешествии, я купил камеру и просто ходил и все вокруг. Снимал. Просто для себя. В 2017, когда у меня было менее 10 тысяч подписчиков в YouTube, я решил, что не хочу снимать как все, я одно и то же, и придумал свой формат. Где люди, живущие в разных странах, раскрывают места, города, менталитет, историю и особенности жизни. Да, сейчас многие начали снимать похожие видео, и я рад, что мой формат развивается. В 2020, когда я вышел из Комы после ИВЛ, попав в тот процент, кто выжил, еще в очень туманном состоянии, я позвонил своей жене, которая сделала все, чтобы меня спасти, и сказал, выбирай, Португалия или Бали. Она сказала, Бали. И знаете, что я понял? Бали – это не только место на карте мира и волшебный остров. Это мое состояние. И это состояние можно проживать в любом месте. Ведь куда мы приезжаем, мы всегда привозим себя. Говорю, и у меня мурашки по коже. Я научился везде по миру создавать себе свой Бали. Помните, красота в глазах смотрящего. Благодарю за то, что вы со мной в этом путешествии. Дайте знать в комментарии, какой он ваш Бали. И напишите, досмотрели ли до этого момента. В одно окно смотрели двое. Один увидел снег и грязь. Другой – листвы зеленые, вязь. Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Малыш. В заставни ничь. Другие утром. Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...